Так, друзья, еще раз всем привет. Выставка Белагра 2022, индустриальный парк Великий Камень. Прошлись по выставке, решили зайти к нашим соседям по выставочному площадке. И вот Артур любезно согласился рассказать про технику. Завод у нас идет Long King. Артур, что за завод, где производится, что поставляете в двух словах? Мы поставляем китайский производитель компании Long King. Занимается производством как фронтальных погрузчиков, так и вилочных погрузчиков. Также производят они экскаваторы, также производят грейзеры для строительства дорог и асфальтоукатывающая машина. Производится она в Китае. Все полностью, начиная от рамы. Дикие элементы есть, закупаемые. Но в основе своей вся машина собрана на заводе Long King. Модель двухтонная, грузоподъемностью две тонны. Высота подъема стрелы три метра. Она, скажем, такая универсальная, стандартная. Стрела, мачта, оборудована кареткой смещаемой. Влево-вправо. Это удобно. Оператору при работе не надо вот такое точное подъезжание с палетом, там, установки куда-то. Дизельный двигатель 4-тилиндровый. Китайский, опять же, Хинчай. Что еще? Да, пожалуйста. По двигателю более подробно. Аккумулятор, да. Тут, скажем так, модели плюс-минус идентичны. Немного свои компоненты, свои коробки стоят, мосты. Тут обычный двигатель с водяным охлаждением. Обычный моторчик. 36,7 киловатт. Ножим на 1,35 и у нас получается лошадиные силы. Сколько получается? 50 сил? Да, где-то в этом районе. Рассчитано все таким образом, чтобы полный объем бака хватало на рабочую смену. Все стандартно. Ручник, тормоза, газ. Реверс. Да, вперед-назад. Повороты право-лево, сигнал, секция подъем-опускания, смещение, каретки, вылет вперед-зад. Ну, скажем так, техника рассчитывалась с таким условием, чтобы хватило, правильно выразиться, на длительный срок эксплуатации. Без поломок и каких-то дополнителей. При условии правильной эксплуатации и технического регламента исполнения, она будет служить долго и верно. Правильно понимаешь, что с вашей стороны есть обслуживание? Да, что наступит ранее. Потому что есть некоторые хозяйства, представители, которые без остановок, и это получается, что он в течение года может набрать то количество часов, которое прописано в гарантии. А некоторые за два года может ничего не сказать. Данная модель трехтонная, она оборудована уже двигателем Mitsubishi, за счет этого она также открытая уже. А вот это что внутри? Вот это? Это печка или... Это да, это отопитель и вентилятор. Ну, отопитель, она предназначена для работы в зимний период времени, ну, дожди, на открытых площадках, помещениях. Вот. А по массе сколько вот сама весит? По массе 4,5 тонн. Две массы? Да. Данной модели. Ну, мачта тоже стандартная, высота подъема 3 метра. Если у кого-то есть необходимость, мы можем предварительно обсудить, дооборудовать ее мачтой высотой 4 метра. Есть люди, которые фермера, им очень актуально на маленьком объеме разместить большее количество. Правильно я понимаю, что на этот мотор, на эту уже мощность, просто поставить другую мачту, что здесь что получается? Меняется гидробат и сама стрела? Да, тут на самом деле меняется стрела и гидробат не меняется. Вот так, хватает. В этом объеме будет достаточно. Ну, я смотрю, что здесь все технически вроде исполнено правильно. Масленки везде стоят, все прострицевать можно. Там уже двигатель, да, японский Mitsubishi, он закупной. Если будет китайский двигатель, то данная модель будет дешевле порядка 3000 долларов. А что рекомендуете? Нам пожелание клиентов. Это может быть электрическая модель, если надо. Это может быть дизельная, может быть бензиновая. Но модели, которые с японскими двигателями Mitsubishi, с бензинами, они дороже. Просто дороже, а у нас на сегодняшний день все считают деньги и дешевле, да, дешевле. Ну, в принципе, если в общем брать и рассматривать вариант приобретения, или дизельный китайский, или вот бензиновый, это бензиновый. Нет, это дизель тоже, но он японский. Я понял. То есть по моторесурсу выхаживает он лучше, получается? Нет, они примерно одинаковые, просто есть предпочтение у людей. Ну, да, наверное... А в плане обслуживания по деньгам примерно то же самое? Примерно то же самое. Масло никто не хочет лить, плохое ни туда, ни туда. Должно быть качественное масло и качественное пить. Спасибо вам огромное за столь подробное описание вашей техники. Ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчики. Всем пока!